В ночь на 10-е в посёлке Белимбай под Первоуральском страшная беда приключилась. В частном приюте для животных хвостатое счастье. В огне и дыму погибли 30 собак, 5 кошек и 9 коз. Еще штук 30 мелких собачонок, живших с хозяевами пристроя к избе. Хозяйке передержки Галине Волковой и ее супругу Сергею удалось спасти. В том же вольере сарайного типа, что сгорел, содержались самые беспомощные собаки, старые и больные, в том числе те, что от хворей едва на ногах держались. Но самое ужасное – это ощущение злонамеренности произошедшего. Когда рассвело, хозяева собачьего приюта обнаружили в той части участка, на котором загорелась крыша каркасника, откуда и предположительно пожар начался. Несколько разбитых бутылок с болтами и самодельными фитилями. К тому же от тех самых незагоревшихся пол-литровок бензин обвоняло. Из этого обстоятельства Волковы сделали грустное заключение о поджоге и сообщили об этом в полицию, уточнив, что дали цитата от Галины Волковой. «Те, кто это сделал, отлично знали, что мы жили в одном доме с животными. Я этот поджог расцениваю как покушение на убийство». «Зато соседи ухмылялись, бегали, ругались на нас, что мы такие плохие. Галю увезли в больницу и плохо стало. А я буду сейчас вот это все разгребать». Сосед с огорода, которого, как предположили владельцы полусгоревшего собачьего приюта, и прилетели те самые бутылки, заявил о том, что, дескать, через его огород любой подобраться к передержке мог. «Мы ночью шум услышали, выскочили во двор. Вокруг все полыхает. Соседи пожарных вызвали, а мы бросили спасать во тьме и дыму собак, которые жили с нами в одном здании», сообщила позже Галина Волкова, которая от всех ночных треволнений в больницу попала. Но в момент пожара ей думать о себе было просто некогда. Она с мужем ползала в дыму по всем закоулкам дома, чтобы собак выгнать. Они с перепугу обратно в дом забегали, уточнила Галина, которая с 2015 года содержит эту самую передержку особого назначения. По сути, дом для престарелых и покалеченных жизнью собак. Активисты из благотворительного фонда «Зоозащита» в соцсетях пустили символическую шапку по кругу, чтобы помочь Волковым выбраться из беды. Цитата из сообщения возмущенных зооболонтеров. Какими надо быть тварями, чтобы такое совершить, да еще в День Победы. У нас нет слов. Пока шок. И просьба от «Зоозащиты» помочь погорельцам из поселка Берембай и собственными рабочими руками и стройматериалами. Но главное нужны деньги, в том числе на погребение погибших собак. По поводу же добрых рук и дорогих стройматериалов. Для восстановления сгоревших каркасных вольеров нужно звонить Галине Волковой, телефонный номер которой у вас на экранах. Со звонками же соболезнования зоозащитники просят Волковых не обеспокоить. Им пока не до того. Субтитры создавал DimaTorzok